Поздравления, калятки, посевалки, этого достаточно? И это всё? В Новый год будет всё по-старому, если не примешь новые решения. Приходи, чтобы выяснить это вместе. В январе. Этот год может быть лучше. Приветствую вас и позвольте мне выразить вам свою радость в том, что вы захотели, пришли, для того, чтобы выслушать следующую презентацию из серии «Новый человек в новом году». Вместе с нами также есть те, кто находится за своими компьютерами дома. Мы говорим и вам добро пожаловать. И те, кто находится в русске, в пронкуле, мы рады, что вы также заинтересованы в Слове Божьем. Говоря об этой серии, говоря об этой теме и желая быть новым человеком в новом году, мы задумываемся о том, каким образом мы можем достичь это. Каким образом мы можем стать другим человеком? В самом начале мы говорили о том, что каждый из нас очень сильно надеется на те пожелания, которые мы обращаем к нашим родным, близким, которым также мы рады, когда желают лично нам будь здоров, будь счастлив и ожидаем, что эти пожелания, они станут реальностью в нашей жизни. Но то, что проанализировали мы из своей жизни и поняли, что не всегда пожелания превращаются в реальность. Иногда нам нужно нечто большее сделать, чтобы эти пожелания стали реальностью в нашей жизни. Мы можем до бесконечности желать, например, кушать, но если мы не работаем, то наше лишь желание и недействие не сможет нас накормить. Поэтому мы говорили о том, что от человека наряду с желаниями требуется еще кое-что, какие-то действия, которые имеют под собой или имеют в виду изменения, которые мы можем применять или допускать или специально искать в нашей жизни. Поэтому в прошлый раз мы говорили об изменениях, думая о том, что изменения прежде всего начинаются с рождения, когда что-то новое появляется на свет. Говоря об этих изменениях, начиная с первого шага, который является рождением, мы рассуждали в прошлый раз о рождении свыше, как в некотором процессе, который имеет место в жизни человека, который уверовал, который верит в Господа Иисуса Христа. В этом случае происходит изменение внутри человека. Мы поняли, что рождение свыше является результатом веры человека. Многие из вас решили, возжелали поверить Иисусу. И наверняка люди, которые решили в своей жизни, в прошлое воскресенье, поверить Иисусу, что-то почувствовали внутри себя, увидели некоторые результаты этой веры. Мы говорили о том, что это рождение свыше, оно является реальным событием в жизни человека. Оно является видимым. Человек больше не хочет, не желает, не имеет никакого стремления жить по-старому. И это новое желание, или, точнее сказать, эти новые желания, они приходят к нам в сердце, в нашу жизнь сверхъестественным образом. Говоря о рождении свыше, мы сегодня продолжим эту серию презентаций, говорить будем о новой личности человека. Если мы говорили в прошлый раз о его рождении, то сегодня, как я обещал вам, мы будем говорить о новой личности, как некоторое отождествление человека с чем-то или с кем-то. Наверняка есть вопрос, который вы задавали себе, окружающим, что дальше после этого рождения. Ведь если мы сделаем аналогию с новорожденным ребенком, мы не можем остановиться и на этом этапе завершить наши изменения. Ребенок родился, мы его оставляем, пусть делает, что хочет. Нет, человек нуждается в некоторой заботе для того, чтобы он мог вырастить и стать полноценным членом общества. Поэтому сегодня мы будем говорить о получении этого нового отождествления, которое происходит в жизни верующего человека. Если мы говорим об этой новой личности, давайте сделаем аналогию, насколько позволит нам эта аналогия понять, кто такой верующий человек, который родился свыше. И наиболее близкая аналогия к этому наверняка будет наше с вами становление гражданами нашей республики. Кто из вас помнит те чувства, которые были у него? Не сам процесс, но чувства, которые были у него, когда вы первый раз получили свой паспорт. Помните? Когда вам, мне было сколько лет? 16 лет. Человек получает первый раз паспорт. Он берет его с трепетом в руки, открывает. Он радуется, но скажите, чему мы тогда радовались? Красивая бумажка? Он был красный? Мы чувствовали себя гражданами страны. Мы себя отождествляли с некоторым государством. Не так ли? И те люди, которые служили в армии, наверняка был процесс обучения кое-чему. И в какой-то момент времени происходило некоторое событие, которое там называется как? Присяга. Человек себя отождествлял и говорил, я готов и обещаю служить Родине. Было такое? Так вот, для того, чтобы нам было более понятно, я хочу привести аналогию именно этого отождествления верующего человека с Богом. Не просто человек, который родился свыше, начал читать Библию тайно или явно, начал молиться, при котором в процессе люди могут его видеть или не видеть, но также в жизни этого верующего человека должно произойти еще одно событие, которое является публичным. И сегодня я хочу поговорить с самого начала о мифах, которые есть в разуме человека о водном крещении. Наверняка те, кто приходят сюда, слышали, некоторые из вас видели, что мы крестим людей. Видели? Церковь Филадельфия крестит людей погружением в воду. Наверняка вы слышали из формуляров, когда мы заполняли, что решаю принять водное крещение. И если будем мы говорить об этих призывах и о реакции человека на этот призыв, нам необходимо будет развенчать некоторые мифы. Первый из них – это мнение или мысль о том, что креститься второй раз – это грех. Есть такие мысли, да? Есть такое мнение у людей. Креститься второй раз – это грех. И часто эти вопросы, когда мы разговариваем с людьми, возникают. Почему я должен креститься? Меня уже один раз покрестили. Почему я должен креститься? В прошлый раз я вам говорил, рассказывал свою историю, как я начал доверять, верить Богу, как Бог сделал изменения в моей жизни. И сегодня я продолжу эту историю, рассказав вам о том, каким образом я принял водное крещение. Какие были у меня мысли тогда? Я был крещен в воде или водой в православной церкви, когда я был в 10-м классе. Я родился в семье, где мои родители были неверующими, не верили в Бога. На работе у них было запрещено верить в Бога. И как нормальные советские граждане, мои родители ничего общего с церковью не имели, не хотели иметь. Может быть, хотели, но не могли. Но не это важно. Но в какой-то период времени я начал понимать, что есть нечто сверхъестественное. Об этом я говорил в прошлый раз. И я пытался каким-то образом начать зависеть или пытаться угодить этому сверхъестественному существу для того, чтобы у меня все получалось. Наверняка это черта характерна многим людям. И я думал, что если я буду поступать вот так, то, как говорится, небеса будут благосклонны ко мне. И у меня все получится. Я пытался вести себя по-другому. Я пытался не говорить что-то, что-то говорить, для того, чтобы, как я думал, задобрить этого великого Бога. Но что интересно, что какие бы я обряды ни делал, что бы я не предпринимал в своей жизни, почему-то все было даром. Вот взял, например, иконку, поставил возле себя и думал, что сейчас все будет хорошо. Но почему-то хорошего не получалось. Я задумывался, что происходит. Почему ведь, как бы, я знаю, что так нужно верить, нужно понимать, нужно иметь это возле себя, и все будет хорошо, но этого не происходило. И тогда я начал догадываться, что есть нечто большее, чем просто приобретение и сохранение в чистом виде какого-то предмета, даже пусть обожествленного. Оно не приносило никаких результатов, я ничего не видел в своей жизни. Тогда я подумал, что для того, чтобы было хорошо мне, мне нужно покреститься, и тогда все будет хорошо. Я перестану хотеть то, другое, третье, я захочу жить по-другому, у меня все будет по-новому. И с мамой вместе мы пошли в православную церковь, я был крещен. Но почему-то ничего не происходило. Как я жил, так я и продолжал жить. Какие были трудности, такие трудности и остались. Какие были ценности, такие они и остались. И когда я был студентом и почувствовал в себе это перерождение, возник вопрос о водном крещении. Но почему-то до этого возникновения я видел, что со мной что-то произошло, и я стал другим, потому что начал, читая Библию, верить в живого Бога. И не просто выполнять некоторые обряды, но налаживать личностные отношения с этим Богом. Признав Его авторитет в своей жизни, поверив, что Его принципы являются правильными принципами, и поверив, что Он умер за меня на кресте, заплатив за мои грехи. И возникал вопрос, что делать с крещением? Креститься или не креститься? Пастор говорил, ты должен принять водное крещение. Я спрашивал, почему я уже был крещен в Церкви Православной? Тогда мы говорили об этом некоторое время, но знаете что, говорю вам честно, я больше читал Библию и пытался найти ответ на вопросы там, в Библии. Что Библия говорит об этом? И приглашаю сегодня и вас прочитать вместе со мной, что Библия говорит об этом водном крещении. Прочтем вместе Деяния апостолов, 19 глава, с 1 по 5 стих. В то время, когда Аполлос был в Каринфе, Павел, пройдя через горные области, пришел в Эфес. Там он встретил нескольких учеников. Приняли ли вы Святого Духа, когда поверили? Спросил он их. Мы даже не слышали о том, существует Святой Дух, ответили они. Тогда Павел спросил, во что же вы были крещены? В крещение Иоанна, ответили они. Павел сказал, крещение Иоанна было крещением покаяния. Он призывал народ верить в того, кто должен был прийти после Него, то есть в Иисуса. Когда они услышали об этом, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Отрывок, который мне показал, что делали ученики, которые верили. Даже будучи крещенными в покаянии, как говорилось здесь, я увидел пример, что эти люди были крещены повторно. Когда они услышали об этом, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Об этом крещении мне говорил пастырь. Ты должен креститься во имя Иисуса. Хорошо. В Библии я нашел пример, что креститься второй раз, как Библия учит, не является грехом. Но, возможно, и если я не приму Его, это водное крещение, тоже, может, не будет грехом. Может быть, я смогу следовать за Иисусом без крещения. А вдруг это можно? Вдруг это получится? И снова обращаемся к Библии. Евангелие от Марка, глава 16. 13. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет осужден. Странно. Здесь не написано о том, что тот, кто не примет крещение, будет осужден. Тот, кто не поверит. Но почему-то слово «примет крещение» идет сразу же за словом «поверит». Значит, мне необходимо поверить в Иисуса и сделать и вторую часть для того, чтобы обрести это спасение. Где-то, как-то они связаны. Но как они связаны? Ответ на этот вопрос мы также с вами найдем в Библии. Но когда я покаялся, когда случилось это великое событие в моей жизни, событие перерождения, это был месяц январь. Пришло лето тогда, Филадельфия крестила людей в озере, через дорогу. Тогда пришло лето и пришло время, когда мы были здесь, я еще тогда не был частью церкви, но здесь организовывалось водное крещение. И меня спросили, ну давай, уже лето, уже вода теплая, давай принимай крещение. И снова возникает вопрос. А мне еще рано креститься. А может еще не пришло мое время креститься. Может я еще подожду год, второй или третий. Кто знает, возможно рано. И снова мы обращаемся к Библии. Что написано в Деянии апостолов в главе 22? Слова, которые отрезвляют человека. Немедли вставай, прими крещение и смой свои грехи, призвав его имя. Призыв, который направлен верующему человеку. Немедли вставай, прими крещение. Омой свои грехи, призвав его имя. Опа, вот здесь появилась первая серьезная проблема. Что, если я окунусь в воду, то все мои грехи омоются? До сих пор я слышал по-другому, что Иисус умер на кресте, и этим Он заплатил за мой грех. Получается в Библии противоречие? Непонятно. Читаем дальше. Восьмая глава Деяния апостолов. Тем временем они приблизились к какой-то воде. «Смотри, вот вода», – сказал Евнух, – «что мешает мне принять крещение?» Это история о человеке, который занимал очень высокую позицию в одном государстве. И, приехав в ту местность, где были апостолы, он читал Библию и не понимал, что там написано. Я, когда читал Библию до моего рождения свыше, был похож на него. «Я не понимал, что там написано». Но Филипп, который подошел к этому человеку, к Евнуху, он объяснил, что там написано и для чего пришел Иисус на эту землю. Реакцией этого человека было нечто особенное. Филипп сказал, «Если ты веришь всем сердцем, то можно», – Евнух сказал, – «я верю, что Иисус Христос – Сын Божий». Он приказал остановить колесницу. Оба они, Филипп и Евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его. Этот человек получает в водное крещение, потому что он уверовал в Иисуса Христа. И все эти мифы, которые есть у нас с вами в разуме, отдаляют нас от этого решения – принять водное крещение. Если сейчас я спрошу вас, но я не буду спрашивать, я говорю только, если я спрошу, верите ли вы в Иисуса, вы скажете, верю. Мы верим в Иисуса, но если я спрошу, кто из вас желает принять водное крещение, эти мысли начнут нас тревожить. Задавая эти вопросы, мы будем отдалять это решение. Но мы понимаем, что креститься, не нужно отлаживать это решение в долгий ящик. Человек, который уверовал, он принимает водное крещение. Мы понимаем, что независимо от того, на каком мы уровне находимся, человек нуждается в том, чтобы принять водное крещение. Почему? Именно это мы увидим позже. Потому что я хочу привести вам некоторые серьезные причины, почему необходимо креститься тебе, который веришь в Иисуса Христа. Прочтем вместе также отрывок из Библии, который записан в 1-м послании Петра 3-й главе. И это символизирует крещение, которое сейчас спасает и вас. Крещение является не смыванием грязи с тела. Вот где есть развязка на вопрос. Если не крестишься, будешь осужден. Если не поверишь и не крестишься, будешь осужден. Вот здесь мы понимаем, что такое правильное, истинное водное крещение. Во-первых, это не смывание грязи с тела. Ведь мы каждый, мы каждый принимаем душу дома, мы моемся, и мы не заходим в эту воду для крещения для того, чтобы помыться. Но что же это? Но просьбой к Богу о доброй совести через воскресение Иисуса Христа. Перевод другой говорит обещание Богу доброй совести. И сейчас я обращаюсь к тебе, тот, который уверовал в Христа, но еще сомневаешься, нужно ли тебе принимать водное крещение. Водное крещение – это обещание Богу доброй совести. И, во-первых, Иисус был тем, который крестился. Знаете ли вы об этом? В Евангелии от Матфея, в третьей главе, мы читаем следующие слова. Иоанн хотел было отговорить его, говоря, «Это мне нужно креститься у тебя. Зачем же ты пришел ко мне?» Отрывок из Библии, который описывает этот конфликт, возникший между Иисусом и Иоанном Крестителем. Иисус пришел, чтобы Иоанн его крестил. Естественная реакция Иоанна – «Зачем? Ты же Бог, сошедший на землю!» Но Иисус ответил, «Пусть сейчас будет так, нам надо исполнить всю истину». Тогда Иоанн согласился. Сегодня Иисус говорит тебе, который веришь в Него и который еще не хочешь принимать водное крещение. Этими словами надо исполнить истину. И в этом случае Иоанн согласился. Согласишься ли ты с этими словами Иисуса? Ведь Он заповедал верующим людям, чтобы они крестились. Как вы думаете, почему церковь Филадельфия так настойчиво призывает людей принять водное крещение? Тут тоже есть целый ряд мифов. Думая о том, что мы хотим вовлечь больше людей в секту, чтобы было больше людей, чтобы было красивее и лучше. Но в Библии есть причина, на основании которой мы такие настойчивые. Записанные в Евангелии от Матфея, в последней главе, следующие слова. «Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот почему мы призываем, приглашаем, мотивируем, убеждаем людей, что им необходимо водное крещение. Если они уверовали в Господа Иисуса, они должны креститься в воде. Что делали ученики? Как вы думаете? Ученики, жизнь которых описана в Библии, они крестились. И давайте прочитаем пару отрывков из Библии, увидим, каким образом эти люди решались на этот шаг водного крещения. Деяние Святых Апостолов, 2 глава, стих 38. Петр отвечал, «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа». Этот человек, апостол, он не указывал пальцем крестись ты, ты, ты и ты, потому что ты уже полгода ходишь на собрание церкви. Нет, он говорит совсем другие слова. «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа». В послании к римлянам, людям, которые были гражданами Рима, которые жили в самом большом государстве того времени, он обращает другие слова. «Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славой Отца». Вот что символизирует водное крещение. Вот что представляет собой этот процесс погружения человека в воду. Водное крещение – это публичное и торжественное отождествление себя с Господом Иисусом. Вот почему я делал аналогию с нашим с вами первым паспортом. Вот почему я делал аналогию с присягой в армии. Вот почему, потому что это похожие вещи, но есть одно большое «но». Армия, государство – это ничто по сравнению с гражданством Небесного Царства. Поэтому мы призываем людей, которые уверовали в Иисуса, публично и торжественно заявить о том, что они являются учениками Господа Иисуса. Они являются членами Царствия Небесного. Именно этот процесс и называется водным крещением. И теперь я общаюсь с тем, которые еще ни разу не видели, как это происходит. Как происходит это крещение в церкви Филадельфия? Вы видите здесь вот такой резервуар? Красивый? Большой. Сегодня здесь воды нету. Но это специализированный бассейн для водного крещения. До сих пор мы пользовались ванной, железной, большой, тяжелой, но Бог благословил нас, и мы смогли приобрести этот более простой, удобный. И в этом бассейне 29 января будут принимать водное крещение те, которые поняли и решились, что им необходимо публично отрождествить себя с Иисусом Христом. Хотят публично подтвердить то, что они являются посвященными последователями Иисуса. Поэтому мы нальем сюда воду. Вы сможете, те, которые решили принять водное крещение, подняться по ступенькам, и тот, кто будет крестить служитель, он окунет вас в воду полностью. И в этом случае публично произойдет это отождествление, это заявление, подтверждение того, что ты посвящен ученик Иисуса. Хочу развеять еще один маленький миф, который возник у людей в этой церкви, которые видели, что в последнее время мы крестим людей в черной одежде. Видели? Некоторые из вас задавали вопрос прямой. А почему черная одежда? Ведь черная – это плохо. Почему черная? Ведь до сих пор было белое. Как вы думаете, когда люди в Новом Завете, которые каялись тысячами, все они одевались в белые одежды? Сразу им пошили вагон белой одежды? Скажите, а насколько важно, во что одет человек, когда он публично заявляет о своем решении следовать за Иисусом? Насколько важно, какой у тебя будет цвет – синий, зеленый, белый? Если хотите, вы можете отождествить черный цвет именно со следующим, что мы хороним свою старую греховную натуру, природу. Но на самом деле есть более простые объяснения. Мы одеваем черные одежды по одной простой причине. Потому что если человек выходит в белой одежде из воды, белая одежда просвечивается. В черной же одежде ничего не видно. Именно для этого мы одеваем темные одежды. Но тем, которые не верят этому, я скажу вам еще одно. Мы там пишем белыми буквами «Я решил». И это, я надеюсь, успокоит вас. И столько в этом являются причины, почему вы не хотите принимать водное крещение. Таким образом, мы организовываем здесь водное крещение, но еще кое-что происходит при этом. Мы предлагаем каждому человеку публично заявить, почему он верит в Иисуса. И это нормально. Почему я не могу сказать, почему я уверовал в Иисуса? Что он произвел в моей жизни? Поэтому мы хотим, чтобы каждый человек, хотя бы в двух словах, рассказал свою историю. Каким образом Бог преобразовал его жизнь? Почему он стал верить в Иисуса? Поэтому каждый человек здесь, на этом месте, рассказывает свою историю. Страшно? Но именно для этого мы предлагаем, чтобы человек был заснят на видео отдельно, в другой день, для того, чтобы в тот день крещения он смог спокойно зайти в бассейн, и на экранах мы смогли бы услышать его рассказ о том, как он уверовал в Иисуса. Кто из вас принял водное крещение и таким образом рассказал о своей вере? Есть такие люди здесь, которых засняли на видеокамеру, и вы рассказали людям о том, что вы веруете? Знайте, знайте, что ваш рассказ вдохновил многих людей. Если до сих пор вы думаете, что будете стесняться, да, это не совсем удобно и легко говорить людям о своей вере, но поэтому мы помогаем людям, чтобы они смогли сделать этот шаг, и помогаем им рассказать о своей вере. Поэтому, говоря сегодня о новом человеке, в новом году, говоря о водном крещении, говоря о новой личности, мы привязали это к водному крещению, потому что это и есть та новая личность, которая становится согражданом неба. Через этот процесс водного крещения мы публично отождествляем себя с Иисусом Христом. Рожденные свыше, публично подтвердившие о своей верности Богу, ожидающие жить новой жизнью. Об этом мы будем говорить в следующее воскресенье. «Каким образом я смогу прожить этой жизнью верующего человека?» Ведь столько много есть искушений, столько есть соблазнов, столько необходимо делать, а каким сильным надо быть, чтобы выдержать все это. Не так ли возникает этот вопрос? «А вдруг я не смогу? А вдруг я подведу? А вдруг я опущу руки и больше не смогу жить этой праведной жизнью?» Нет, лучше я не буду водное крещение принимать. Я не хочу, чтобы потом на меня показывали пальцы. Но для этого Бог пришел на землю и на этот вопрос также имеет ответ. Откуда нам брать ресурсы, силы для того, чтобы мы смогли прожить достойной христианской жизнью, прославив Господа Иисуса? Об этом мы будем говорить в следующий раз, говоря о силе, о жизни в Святом Духе.